Лукашенко полетел в Российскую Федерацию, там он встретился с Путиным на острове Валаам, где находится мужской монастырь. Как пишет телеграм-канал близкий к пресс-службе президента Лукашенко, что большая часть переговоров будет в закрытом режиме. Я напомню, что ранее, 13 июля, Лукашенко распорядился отвезти войска от южных рубежей в места постоянной дислокации. Также добавил, что обсудит с Путиным дальнейшие шаги по Украине, а 17 июля неожиданно Беларусь ввела безвизовый режим для граждан 35 европейских стран. Сергей Олегович, нет ли у вас ощущения, что Лукашенко устал и будет настаивать на прекращении войны? Он устал, это точно. Он устал играть, потому что Лукашенко постоянно играет, потому что я многократно уже говорил, что у Лукашенко надо смотреть, что он говорит и что он делает. Что он говорит, вот он все-таки поддерживает Путина, это всегда его виторика такая военная, да-да-да, что вот там война и так далее. Но одновременно, кстати, он оговаривается, что нам надо, мы вообще за мир, потому что вот Путин не говорит, что он за мир. Да, Путин говорит, что, и вообще не говорит, что ему нужен мир. Лукашенко говорит, откровенно совершенно, у него такой советский дискурс, вот, он говорит, что он за мир, что Беларусь не хочет воевать, что она мирная там и так далее. Вот, но при этом, значит, мирный советский трактор, значит, тактическое ядерное оружие Российской Федерации на территории Беларуси. С территории Беларуси, я вам напомню, уже практически почти два года, скоро будет, не ведутся никакие бомбардировки украинской территории, что было до декабря 22-го года. До декабря 22-го года с украинской территории, с белорусской территории стартовали, значит, ракеты, стартовали бомбардировщики, истребители, которые работали по Украине. С тех пор этого нету. То есть Лукашенко, грубо говоря, сыграл такую тонкую игру, он на самом деле Путину отдал все свое вооружение, которое у него было свободное на то время, сказал, забирай, забирай танки, забирай у меня бронетранспортер, забирай там оружие, забирай боеприпасы. А когда Путин ему сказал, открывай второй фронт, Александр Григорьевич, Лукашенко ему сказал, а мне нечем открывать, я тебе все отдал, Владимир Владимирович, все, значит, теперь ты только наступаешь. А я так это вот просто здесь вот, ну, охраняю как бы дальние приступы, подступы, вот, но ничего другого. У него было совсем недавно интересное заявление накануне визита министра иностранных дел Белоруссии в КНДР. То есть одновременно, вот, видите, значит, вот Кулеба ездил в Китай, а министр иностранных дел Белоруссии ездил в КНДР. То есть они тоже играют, на самом деле, очень опасную игру со страной, которая находится под санкциями Организации Объединенных Наций. Вот здесь Путин добился того, что Беларусь тоже включилась в это нарушение санкций ООНовских. Но одновременно у Лукашенко было пару дней тому назад, или три дня тому назад, странное заявление о том, что мы уже этими ногами стоим в Азии, значит, там Китай, КНДР, там еще чего-то. Вот, но нам одновременно надо расширять наше присутствие и нам не надо забывать, что мы в Европе находимся. И вот это укладывается в ту подводку, которую вы сказали, что, значит, вдруг Белоруссия говорит европейским странам, а вы к нам можете приезжать совершенно без виз, никаких проблем нет. Вот, и у Лукашенко вообще, если вы посмотрите, у него раньше была вообще такая даже специальная игра. Он играл между Путиным и Европейским Союзом. То есть, грубо говоря, он хотел получить деньги то одного, то от другого. И когда он хотел получить деньги от Европейского Союза, он бы их пугал Путиным. Он говорил, что если вы мне не дадите деньги, я пойду их просить Путина, и тогда вам будет плохо. А потом наоборот. Вот, это ему довольно хорошо удавалось. Но все это закончилось в 20-м году, потому что его признали, в общем, нелегитимным диктатором. Его отказались признавать в качестве переизбранного президента в Европе. То есть, де-факто его, в общем, забанили как бы. Но у него, кстати, тут событие произошло, да, потому что 21 июля исполнилось ровно 30 лет, как он находится у власти в Белоруссии. То есть, он самый долгоиграющий диктатор вообще в Европе. Человек, который дольше него сидит у власти в каком-то государстве европейском, нет. И даже он может поспорить с какими-то там африканскими диктаторами, потому что некоторые из них даже меньше, чем он сидит. И тем более Путин на 5 лет меньше, чем Лукашенко. Вот, так что здесь довольно интересные подвижки. Но одновременно, видите, он все-таки диктатор, который 30 лет сидит и не собирается. Кстати, он в 20-м году говорил, что я не буду с синюшными пальцами держаться за власть. Но тем не менее, с синюшными пальцами держаться за власть и не собирается ее никому отдавать. Значит, устроил какие-то перевыборы свои, переназначения. Он поехал сейчас к Путину на Валам. Я вообще боюсь таких поездок. Потому что Путин, прежде чем принимать какие-то кардинальные решения, капитальные решения, он обычно совершает какие-то церемонии. Ну, теперь понятно, что Шойгу к шаманам он уже не поедет, потому что Шойгу уже не очень сильно в фаворе. Его отставили с поста министра обороны, но не убрали из колоды. Но, так сказать, Путин летом с голым торсом явно сейчас не собирается пока что ехать в Сибирь к шаманам с Шойгу. И вот он поехал с Лукашенко на Валам. Зная, кстати, что Лукашенко это всегда публично говорил. Он говорил, что я вообще-то коммунист такой советский. У меня ничего не поменялось, я в Бога не верю, говорил Лукашенко. И поэтому, когда он даже с Путиным куда-то там церковь входит, он свечку держит, но не крестится. А Путин крестится. И Путин делает вид, что он такой весь, значит, весь такой православный. Но, на самом деле, Путин не верит ни одной секунды ни в какое православие. Поэтому, кстати, он ездил к шаманам. У этого православия огромные проблемы сейчас. Потому что скандал с митрополитом Илларионом в Будапеште, в Венгрии. Значит, там история с Келеником, который был еще даже несовершеннолетним. И который вступил в гомосексуальную связь с митрополитом Илларионом. Это вышло на публику. Огромный скандал. И вчера было заседание Святого Синода Патриархата Московского, который приостановил, значит, создал комиссию по расследованию, во-первых, свою собственную. И, во-вторых, на время работы этой комиссии и выяснение всех обстоятельств этого скандала, громкого скандала, он приостановил все полномочия митрополита Иллариона, в том числе его председательство в нескольких комиссиях Святого Синода. И в такой обстановке Путин, значит, едет на Валаам. Выглядит, кстати, очень плохо. У меня такой, вот я посмотрел эти кадры, он выглядит такой маленький старичок с ноготок. Вот, и это тем более было заметно, что рядом с такой большой Лукашенко, толстый, и высокие попы. И вот все высокие попы, такой маленький-маленький Путин ходит между ними, такой, ну, явно прям вот старичок с ноготок или какой-нибудь там это самый, леший. Вот, чего они там между собой договариваются в тайне, это мы пока не знаем. Ну, в общем, ничего хорошего я здесь не вижу, тем более, что Путин начинает заигрывать с Китаем в стратегической области. Мы знаем, что была, значит, провокация с двумя стратегическими бомбардировщиками российскими и двумя китайскими, которые подлетели к американским Соединенным Штатам. Ну, правда, они границу не нарушали, то есть там ничего такого серьезного не произошло. И Штаты вообще, на самом деле, опубликовали такое довольно спокойное коммунике. Они сказали, что наше северное командование их засекло, на это посмотрели, но, в общем, они не представляют для нас угрозы. То есть они поняли, что это просто такая игра мускулов и у двух дураков, Си Цзиньпиня и Путина, которые, в принципе, на Соединенные Штаты Америки, они сказали, ну, типа, мы люди серьезные, поэтому мы на такие игрушки не смотрим. Хотя была параллельная такая симметричная вещь, потому что два английских самолета в Черном море были, и к ним там подлетал, значит, истребитель российский и пытался, значит, им сказать, что, типа, не приближайтесь к нашим границам. Но они там полетали, полетали и улетели. То есть на самом деле обстановка все равно накаляется, тем более, что была еще информация о том, что румынии сказали, что к ним упал какой-то там беспилотник очередной, который летел в Украину, но прилетел в Румынию. Вот. А Румыния – это страна НАТО и территория НАТО. То есть, в общем, когда что-то из России и российского производства прилетает в страну НАТО, это серьезная вещь, это рассматривается нацистами серьезно, но тем не менее, значит, они не реагируют, потому что они понимают, что это просто провокации, а на провокации они не реагируют. Вот такая у нас сейчас обстановка. Ну, Лукашенко, я думаю, все-таки поехал к Путину за деньгами. Вот. Он перед этим сделал все, чтобы показать Путину, что он тоже большой, что у него там свои отношения с Северной Кореей, у него свои отношения с Китаем. Он об этом, кстати, говорил. Вот. У них там был визит тоже. И у него была встреча, кстати, прежде чем он полетел к Путину, он встретился с послом Китая в Минске и говорил о том, что у них там очень хорошие отношения, что Беларусь хочет выйти на новый уровень сотрудничества с Китаем, пока у них там смешные обороты какие-то, по-моему, или миллиарда три, что ли. Вот. Для примера, с Россией 50 миллиардов обороты у Лукашенко. Вот. Но, тем не менее, он ищет постоянно какие-то возможности расширить сотрудничество. Кстати, он присоединился к ШОС на последнем заседании, которое было там две недели тому назад. Вот. То есть Беларусь стала полноправным членом ШОС, по-моему, 11-м. Вот. Так что у него своя собственная политика, и он все-таки старается диверсифицировать свою политику, чтобы не зависеть полностью от Путина. Потому что, действительно, Беларусь, в общем, поставила себя тоже в условия практически изолирования и санкций. И у нее получилось, что у нее, кроме Путина, никого не осталось. И тогда он сказал, что, ну, давайте мы будем с Центральной Азией, давайте мы будем там с Китаем, давайте мы будем там еще с кем-то. Вот. С африканцами, кстати, он регулярно встречается. Он даже ездил, по-моему, куда-то там в Африку. Вот. Так что в этом смысле у него есть попытка выйти из жесткой руки Путин. С вами, как специалистом по спецслужбам, хочу обсудить еще одну историю. На днях в Москве взорвали тезку замначальника войсковой части Андрея Торгашова. Торгашов, который подорвался, как выяснилось, это офицер штаб-квартиры ГРУ. Путаница такая возникла после того, как в СМИ появилась информация, что взорвали якобы автозаместителя начальника радиоцентра воинской части спутниковой связи Российской Федерации. Тоже Торгашова. Это тоже Андрей Торгашов. Ну, звучит серьезно такая должность. Еще интересный момент, Сергей Олегович. Подозреваемого за подрыв машины офицера ГРУ задержали в Турции по запросу российских властей. Кстати, российский генпрокурор Краснов заявил, что Турция начала активно выдавать разыскиваемых россиян, кроме фигурантов политических дел. Во-первых, ваша оценка, кто стоит за этим и с чем связана активизация выдачи разыскиваемых россиян из Турции? То, что я видел, история мутная, пока не очень понятно, что это такое уже даже. Вот началась это с Путина, какой это из Торгашов, из Торгашей, какого взорвали. Вот, и на самом деле такая, она правильная фамилия. То есть у меня такое впечатление, что это какие-то разборки по бизнесу. То есть военные, мы же понимаем, что это на фоне того, что там какие-то, значит, свидетели по делу Иванова мрут в российском СИЗО, когда собираются арестовывать очередного высокопоставленного подчиненного Шойгу, бывшего Иванова. Вот, и мы понимаем, что вообще-то в воинской среде очень большая коррупция. Ну, достаточно было увидеть марку машины, на которой ездил этот сам игрушник, да, и военный, которого взорвали. Вот, что там понятно, что он не на свою зарплату ее купил. Вот, и дальше у меня создалось впечатление, что это какой-то, ну, очень непрофессиональный человек этим занимался, хотя бомба сработала. То есть, грубо говоря, это, наверное, скорее всего, все-таки военный, вот, потому что может ставить взрывные устройства, которые работают, которые взрываются, которые в этом смысле все было в этом смысле профессионально. Но как это было сделано, это было, не выглядело на шпионаж, да, потому что человек приехал на такси туда, значит, естественно, его очень быстро установили, потому что установили, где он его взял от такси, сняли отпечатки пальцев, судя по всему, ну, в такси обычно много отпечатков пальцев, но все-таки сейчас компьютерные все базы данных, и поэтому прокрутить это вот не как раньше, не как в Советском Союзе, когда надо было брать дактилософические карты и сверять их, там, скажем, в ручном режиме. Теперь это делает компьютер, поэтому делает это быстро. Вот, его установили, судя по всему, его личность, то есть он, в общем, наследил, то есть он не приехал в перчатках, он не приехал в макияже, он не приехал в каком-то там камуфляже. Вот, он, когда установил это устройство, он еще оставался на месте потенциального преступления долго, звонил оттуда по телефону, то есть оставил следы еще телефонные, так сказать. Ну, то есть это вот видно, что с точки зрения каких-то спецслужб это все сделано очень грязно, очень грязно, и поэтому его довольно быстро, судя по всему, ну, его довольно быстро установили, установили ему маршруты и установили, что он, уехав в Шереметьево, улетел в Турцию. Вот, то есть в этом смысле у него был подготовлен какой-то, какой-то отход, но вот опять же это не похоже на шпионское, потому что если человек хочет не наследить, то есть, грубо говоря, не должны были выйти на то, что он улетел в Турцию, да, то есть, грубо говоря, он должен был совершить сложный маршрут с пересадкой на разные виды транспорта, там и так далее, чтобы его следы потерялись, потом изменить свою внешность, может быть, даже изменить документы, только после этого улететь. Вот, если всего этого сделано не было, то это, ну, очень непрофессиональное, то есть это не почерк спецслужб, это, скорее всего, почерк все-таки каких-то бизнес-разборок. Вот, а то, что его выдали здесь, ничего ненормального, кстати, нет, потому что тут просто покушение на убийство, то есть элементарное уголовное преступление, по которому, кстати, довольно много стран выдают. То есть вот если там подозревают какую-то политику, вот вы правильно сказали, турки сказали, что если вы там, у нас там какие-то люди, которые считаются, в общем, политэмигрантами, то мы их, даже если у них нет статуса, мы их выдавать не будем. Вот, а если там вот какие-то уголовники, то без проблем. И, в общем, это всегда было, вот, турки до этого выдавали уголовников, и довольно много, вот, и я пока что не вижу какого-то изменения радикального, кстати, в подходе турецких властей к этому делу. Вот, потому что, хотя люди напрягаются, вот те, кто уехали от мобилизации, и которые просто тихо сидят в Турции, сидели, ну, просто прятались, вот, они все-таки напрягаются в последнее время, потому что, ну, понимают, что взаимодействие идет, и что Турция – это не самая хорошая страна, которая вас защитит. Но Турция все-таки страна НАТО, да, то есть там есть надежда на то, что не выдадут какого-то, ну, уж явно, человека, которого российские власти пытаются получить по статьям потенциально политическим. Мы с вами общаемся 26 июля, в день, когда в Париже начинаются 33-е летние Олимпийские игры. Подготовка к ним почти регулярно сопровождалась очень тревожными новостями о том, что готовятся какие-то теракты, либо о том, что спецслужбы Франции сорвали попытку организации какого-то теракта. Накануне Израиль предупредил Франции о угрозах теракта во время Олимпийских игр, и также по подозрению, по подготовке провокации на Олимпиаде уже арестовали гражданина Российской Федерации. Он работает поваром во Франции, он был участником шоу на разных развлекательных российских программах. Также говорят, что, возможно, он связан с ФСБ. Что вы можете рассказать об этой истории? Можем ли мы говорить о том, что в Кремле хотят повторить попытку, по сути, события теракта на Мюнхенской Олимпиаде в 1972 году? Ну, в Кремле хотели бы что-нибудь подобное сделать, потому что, в общем, арабо-израильский конфликт действительно сейчас в активной фазе находится, практически в состоянии войны. То есть я так думаю, что какие-нибудь там палестинские террористы, наверняка, хамасовцы, хотели бы в Париже что-нибудь устроить в отношении израильской сборной. Вот, то есть это исключать нельзя. Россияне тоже были активны еще накануне, потому что у нас там наложилось несколько событий, потому что у нас наложились европейские выборы, и уже во время европейских выборов были провокации. Причем провокации в том числе и связанные с Исраилем, потому что какие-то там молдаване рисовали звезды Давида и красные такие ладони кровавые на памятниках Холокосту. Вот, и потом, значит, какая-то странная группа выложила гробы перед Оеферевой башней, вот, привезенные из Германии, и тоже они там такие полумолдавские, даже один человек, по-моему, с украинскими какими-то корнями, и плюс арестовали у нас явного террориста в гостинице около аэропорта Рвасси, это самый большой международный аэропорт Парижа на северо-востоке, где он в гостинице готовился явно совершать какие-то диверсии и теракты, у него в руках взорвалось самодельное взрывное устройство, в гостинице вызвали скорую помощь, ну, когда услышали там взрыв какой-то соседи, и когда стали разбираться, выяснилось, что у него там в номере целый арсенал, вот, этого человека арестовали, им оказался тоже россиянин с полуукраинских корней, то есть человек, который воевал на Донбассе, вот, и у него был и украинский, и российский паспорт, судя по всему, вот, хотя его фамилию не называли французом, французы вообще не дают, как правило, личности подозреваемых, это уж потом англичане, англосаксы, вот они отрыли, что это, значит, Кирилл Грязнов, вот этот последний повар, про которого вы сказали, вот, тоже очень мутный персонаж, я не думаю, что он профессиональный спецслужбист кадровый, потому что он ведет себя очень непрофессионально, потому что, ну, по крайней мере, та версия, которую слили в средства массовой информации, то, что в мае месяце он возвращался во Францию, то ли из Турции, то ли из Греции, где-то там устроил какой-то скандал, был в пьяном виде, его не пустили в самолет, вот, он вынужден был уехать в Болгарию, из Болгарии пытаться улететь во Францию, вот, но прежде чем он туда улетел, у него там была тоже пьяная дебош в ресторане, где он там якобы размахивал какой-то там корочкой ФСБшной, рассказывал, какой он крутой мужик, как он там всю Олимпиаду взорвет и так далее, то есть, ну, какая-то странная история, похожая, это просто клоун какой-то, которому приятно производить впечатление, что он якобы там очень важный персонаж в спецслужбах, вот, я вам должен сказать, что в настоящих спецслужбах, тем более в разведке и тем более во внешней разведке, вообще использование корочек не приветствуется, вот, и любые разговоры публичные о том, что я шпион и хочу ехать во Францию, чтобы там устроить шутер какой-то, это вот Путина из-за этого в разведку не взяли, да, потому что у него была такая же история в свое время. В Ленинграде, когда он учился в Краснодарном институте, вот, он там гулял со своим интимным приятелем Ралдугином вместе, обнявшись парочку, к ним пристали какие-то хулиганы, вместо того, чтобы просто тихо сбежать, Путин полез в драку, ему сломали руку, все это закончилось приводом в отделении милиции и отчислением его из КАИ, то есть, ну, грубо говоря, ему дали доучиться, но сказали, что в разведку мы тебя не возьмем, в Ясенево его не взяли, не оставили в Москве, отослали обратно в Санкт-Петербург, и потом по плату ему удалось все-таки поехать в Дрезден, но Дрезден, это, сами понимаете, курица не птица, ГДР не заграница. Вот, и здесь вот такой мутный персонаж, значит, возник, но французы все равно серьезно очень к этому относятся. Я так думаю, что во многом историю, которую слили в СМИ, она была слита целенаправленно нашей генеральной дирекцией внутренней безопасности, то есть контрразведкой и службы безопасности французской, что на самом деле, может быть, о нем узнали совсем по-другому. Вот к нему пришли, кстати, домой с таким полуадминистративным визитом, это довольно странное процессуальное мероприятие, то есть к вам приходит и говорит, здравствуйте, мы из полиции, тут вот можно мы у вас походим, посмотрим, что у вас там есть. Вот, то есть если бы он был подготовлен, сказал, что вы, обыск ко мне пришли делать, то есть если обыск, то давайте ордер на обыск, если нет, то все, до свидания, уходите, не пущу я вас в никакую квартиру. Вот, ну, судя по всему, к нему пришли просто так вот, его взяли на понты, нашли у него чего-то, что позволило его арестовать, и возбудить против него довольно серьезное уголовное дело, по которому во Франции ему светит 30 лет теперь, тюрьмы. Вот, то есть вот такая история. Ну, вообще Париж у нас, в общем, сейчас мы в осажденной крепости. Вот, я живу в 16 округе Парижа, я нахожусь формально в серой зоне, так называемой, олимпийской, вот, куда нужно иметь специальный пропуск. Его легко получить, но его все-таки надо получать. Вот, и вот сегодня у нас с утра, то есть у нас до сих пор стоят просто какие-то сетки, но они были, так сказать, стояли и стояли. Ну, мы ходили, ну, как бы не очень красиво это, но стояли. А вот сегодня с утра я из окна выглянул и смотрю, они уже все дырки, которые до этого были, закрыли. То есть теперь есть только несколько выходов из этой серой зоны. Вот, и нужно иметь этот пропуск, чтобы войти и выйти из этой серой зоны, потому что сегодня церемония открытия. Еще до часа по Парижу можем ходить более-менее спокойно. Еще можно ходить даже до Эфелевой башни. Вот, а после 13 часов только люди со специальными пропусками, вот даже вот с этими уже не пропуск, не пускают. Вот, и дальше церемония открытия сегодня будет вечером. Она особая, потому что она будет проходить на реке Сена, которая протекает прямо посередине Парижа. Вот, и, соответственно, особые меры безопасности. Уже не ходят баржи по этой реке с вторника. И до конца этой недели не будут ходить. То есть нет судоходства, то есть корабли только те, которые будут задействованы на церемонии открытия, потому что церемония открытия будет прямо на реке. Вот, так, проплывать все будут. То есть это не по стадиону будут идти команды, а на кораблях будут проплывать. Вот, и, соответственно, по этой реке сейчас ходят только катера, полицейские. И плюс во время церемонии открытия будут еще и водолазы, и пловцы подводные, значит, боевые, которые будут искать, смотреть, нет ли там каких-то тоже боевиков подводных, которые пытаются будут взорвать эти корабли, или подводная лодка российская, которые попытаются зайти, я не знаю, в русло сены из Атлантического океана. Вот такие вот, такие у нас истории в Париже. Сергей Олегович, мне кажется, что там столько людей сейчас на улицах Парижа, что даже когда можно выйти сейчас, да, но не хочется точно. Пробки? Абсолютно нет, абсолютно. Париж пустой, абсолютно полностью пустой, но Париж всегда пустой в июле месяце, это надо понимать. У нас во Франции в отпусках все едут в два месяца, июль и август. И потому что у нас отпуска связаны с детьми, то есть в основном люди ездят с детьми, и поэтому когда у детей каникулы, а сейчас у детей каникулы, их берут и с ними выезжают на море, в горы, там еще куда-то там за границу, вот, и поэтому это вот не как в Советском Союзе, когда вы заставляли там раз, только раз в 12 лет вы могли поехать летом, вот, или два раза в 12 лет, а остальное время вас заставляли уходить там в январе, в какой-то там феврале, в ноябре, когда слякать и ничего хорошего нету. Нет, парижане всегда ездят в отпуска летом, и поэтому у нас есть пол Парижа, который уезжает в июле, а вторая половина, которая уезжает в августе. Вот, и Париж сейчас пустой, и вообще летом парижан нету, в основном туристы, вот, а плюс к тому же сейчас еще меры безопасности, то есть сейчас вот в центральном Париж, где находятся, значит, места, открытия Олимпиады, плюс стадионы и места, где проводятся спортивные мероприятия, там не работает метро, там нельзя просто выйти, вот есть прямо станции, вот, допустим, Трокадеро и Пасси, это вокруг Эльферевой башни, на шестой линии, на девятой линии, не работает, вы не можете там ни войти в метро, ни выйти из метро на этих линиях, в этих местах. Вот, то же самое там Альма, там несколько, несколько станций, которые не работают. И метро даже, вот, у нас там есть несколько веток, которые находятся в этих зонах, которые каждый день после 16 часов закрываются, и там работает только пропуска для людей, которые либо имеют билеты на Олимпиаду, либо имеют специальные пропуска, как волонтеры, и как люди, которые задействованы на организации этой Олимпийской игры. То есть, сложности немножко есть, но это не означает, что Париж в осаде, потому что вся остальная территория, совершенно спокойно вы можете ходить, передвигаться, никаких проблем нет. Вы не можете выйти в этом месте, вы можете проехать эту станцию метро, выйти на следующую станцию метро, и все, и ходить, все равно довольно спокойно. То есть, это все равно не такая вот большая территория. Но обычно все-таки, ну, Олимпийские игры всегда связаны с обеспечением безопасности, всегда большие меры принимаются там, где скопление людей. Ну, мы знаем, что вот там, чемпионат Европы по футболу в Германии, там же тоже были меры безопасности, там тоже не пускали рядом к стадионам, там тоже по билетам. То есть, это в этом смысле, там, пропагандисты российские, которые говорят, что вот это там супер-пупер первый раз весь парик перекрыли. Ну, это вранье, потому что каждый раз, когда происходят какие-то важные мероприятия, чего-то там перекрывают. Сейчас просто немножко больше, потому что, ну, просто масштаб мероприятия, когда Олимпийские игры, это самое, самый большой, самый массовый, самое массовое спортивное мероприятие в мире. Вот, и поэтому, естественно, масштаб совсем другой. Вот, но опять же, только вот, допустим, там в районе, там, допустим, Парк-де-Пранс, где футбольный стадион и где теннисные кофты Рональд Гаус. Вот, еще в нескольких местах, ну, то есть, практически, это там, я не знаю, там, пять или шесть мест таких скучных, где будет вот на все три недели Олимпийских игр и потом на две недели еще пара Олимпийских игр до 10 сентября какие-то меры безопасности. А остальное Париж все равно спокойно ходить. И наоборот, он, наоборот, пустой, спокойный. В нем сейчас машин мало, практически нет движения машинного. Вот, ну, вот, единственное, что, конечно, немножко сложно людям, которые живут вот в близлежащих кварталах, ну, как я вам сказал, что нам выдают пропуска, ну, просто надо там на интернет-сайт сайт префектуры Парижа зайти и потратить 20 минут своего времени, чтобы получить этот пропуск. Спасибо. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!